Да, конечно, у Единбошков довольно давно болел, и все-таки 82 года, это не 47. Офти проходит. Барселоны, в центре поля привычное пространство. Есть у Вильяриальцев, Кани, это гол! И это гол, по центру врывается 10-й номер Вильяриала и не оставляет никаких шансов Педро. Да, дыры, конечно, в обороне у Барселоны порой возникают совершенно чудовищные. Я ввели Вильяриала, смотрите, совершенно один Хонатан, шикарный пас, и Кани оценил ситуацию, посмотрел, куда можно пробить, как, и все сделал великолепно. Ни Адриана, ни Бартера, ни Маскирано, ни Бускетс, здесь все они были вне игры. Никто даже не вступил в борьбу. Ну и, в первую очередь, конечно, у Хонатана было слишком много времени на то, чтобы отдать эту передачу. Ну вот так вот Вильяриал не сумел забить первый момент, но следующий же реализовал. Ну и на этом первый тайм завершен. В них. Настоящий футбольник. Ну вот Вильяриал в атаке, смотрите, какая быстрая атака, насколько быстро она развивается. Акино подает, и удар по воротам, гол! Бол, 2-0! 2-0 впереди Вильяриал. Ману Тригер, он с головой отправляет мяч в дальний угол ворота. Вот в атаке опять хорош был Кани, вот он здесь проскочил двоих. А вот в итоге зона для Акино осталась вообще свободная. Зрячая передача и прекрасный удар головой. Барселонцы бегают без какого-то видимого плана. Никто никого не держит. Еще и Ходотат Перейра один был в штрафной. В общем, шведной образец не самой качественной обороны. Ну а удар чудесный совершенно. Как ни старался, Пинту не вытащил. Страховки. Адриана, здесь Сеск. Вьезда. Прошла передача, вновь Сеск. Мяч в штрафной, пятка играет Педро. Даниэл Алвес. И гол! И гол, похоже, что это автогол. Барселона отыгрывает один мяч. И слегка поплыл. Видите, как сыграл Педро. Вьезда находится в положении вне игры, но он тут, в общем, ни при чем. Это Габриэл умудрился так вот пяткой. Отправить мяч в собственные ворота. Конечно, можно сказать, что Иньеста мешал вратарю. Но думаю, что здесь все крещевые моменты. Это вот. Удар Габриэла по собственным воротам. Понятно, что здесь Асенхус реагирует, был не в состоянии. Габриэл отыгрывает один мяч за Барселону. Даниэл Алвес и Педро, в первую очередь, здесь молодцы. Педро сделал замечательный пас пяткой. Даниэл Асенхус атакует. Сеск. Удара не будет. Разворот Месси. Правая нога не стал бить. Хотя положение-то было неплохое. Но для правшин. И опять навес Даниэла Алвеса. И в свои ворота, что ж, говорят сегодня защитники Венериала. В начале Габриэл, а теперь еще и Бусакио. Чужие не могут забить, так свои. Вот ведь никого же рядом нет с Бусакио. Вообще, абсолютно. Тем не менее следует прицельный удар по воротам. А Сеск прострелян насквозь. 2-2. 2-2 в пользу Барселоны. Даниэл Алвеса еще одну, так сказать, колевую передачу. Давненько такого я не видел, чтобы человек делал две колевые передачи на автоколе. Да, очень жалко Венериал. Потому что у Адриана передача бить не дадут. Опять рикошеты. И венериалцы отбиваются. Здесь отбирают мяч у неудачно сегодня играющего, надо сказать, Джованни Дос Сантоса. И вот он шанс для Месси. И мяч оказывается в воротах. Расстрел абсолютный. И сейчас из правой Месси забивает третий гол в этом матче. Давайте смотреть повтор. Ну, вот видите, вот он уча. В ней игры нет. И тут все очень просто. Месси с 11-метровой отметки практически расстреливает бедного Асенха. Никаких шансов тут не было. Хорошо очень сыграл Пускец. Прекрасная передача черпачком. Отличная скидка Фабригаса. Все по-барселонски. Три-два. Три-два. Барселона отыгрывает отставание в два мяча и выходит вперед. Ну, правда, надо сказать, помогли и товарищи из дружественного Венериала. А что здесь? Упал в штрафной игрок Венериала. Фенандес Барбалан куда-то идет. Кому он идет? Я пока не очень. Примят, поможете куштуровать? Штрафной он назначает. Вот что. Пенальти не будет, будет штрафной удар. Нарушение было до линии. Штрафной, незагласный с этим игроки Венериала. Барбалан пошел к помощнику. Пока повторно. Давайте посмотрим. Вот она передача в штрафную. Бускец фолит. Значит, может, даже и не за разговор, а за фолл ему карточка. Ну, и мне, в общем, тоже кажется, что скорее нарушение было до штрафной. Хотя история, видите, в полете же находится Акина. То есть можно считать, что он влетал в штрафную. И нога уже в штрафной.